Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня мы проводим полуфинальные игры областной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Ивановского края». Наши игры проходят в Белом зале Музея промышленности и искусства имени Дмитрия Геннадьевича Бурылина. Темой наших игр будет приуроченная к 2019 году, объявленному году в театре в России, тема «Золотой век». В театре от Островского до Вахтангова. И я хотел бы представить наш высокий Ариапаг. Председатель Ариапага, декан исторического факультета Ивановского госуниверситета, профессор кафедры новейшей отечественной истории Корников Аркадий Андреанович. Члены Ариапага, профессор кафедры истории России Балдин Кирилл Евгеньевич. Секретарь жюри, педагог-организатор Ивановского областного центра развития дополнительного образования Цаплина Наталья Сергеевна. И давайте дальше, не мудрство и лукаво, уже перейдем к нашей игре. Первый огон. На дорожки приглашаются Березина Ирина, гимназия номер 30, города Иваново, Князькова Ольга, средняя школа номер 10, города Тейково, Скребов Никита, средняя общеобразовательная школа номер 12, города Вичуга. Традиционно за некоторое время до начала состязаний нашим огонистам раздается тема конкурса красноречия, который определит, кто какую дорожку займет. И сегодня для этой тройки сформулирована такая тема. Нужен ли театр в 21 веке? Я прошу огонистов соблюдать регламент. Напоминаю, что мы стараемся уложиться в 30 секунд. Первый будет выступать Березина Ирина. Здравствуйте, уважаю, Мариапак. Сегодня мне была предложена тема. Нужен ли театр в 21 веке? И моим ответом будет да. К сожалению, современная молодежь постепенно отдаляется от него. Но, несомненно, он является важной основой для развития полностью развитой культурно одаренной личности. Ведь никакие современные технологии не смогут заменить те ощущения, те эмоции, которые передает нам настоящий актер на сцене театра. Спасибо за внимание. 29 секунд. Прекрасно. Следующий выступает Князькова Ольга. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый Мариапак. Мне была предложена довольно сложная, довольно актуальная тема. Нужен ли театр в 21 веке? Ведь сейчас век современных технологий. Многие считают, что фильмы могут заменить театральные постановки. Но я считаю, что это невозможно. Потому что актеры, играющие на сценах, могут передать характер людей и энергетику, которую так не достает нам, когда мы смотрим различные фильмы. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Ольга. Тоже 29 секунд. И последним в этом конкурсе принимает участие Никита Скребов. Пожалуйста. Добрый день, высокий Мариапак. Мне была предложена тема «Нужен ли театр в 21 веке?» Несомненно, театр – это искусство моментное. Фильм можно пересмотреть, книгу можно перечитать. Даже в шахматах доступен ретроспективный анализ. Но несмотря на эту моментность, театр является торжеством человеческих чувств и переживаний. Именно поэтому театр еще долгие годы будет будоражить умы и чувства образованных людей. Несомненно, театр нужен. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Никита. Все как сговорились, тоже 29 секунд. И если Ариапак готов, пожалуйста, озвучите свое решение. Кто будет первым выбирать дорожку, кто вторым, кто третьим? Мы внимательно выслушали очень интересные выступления. Каждый из них был очень содержательный, интересный. И после долгих таких консультаций мы сочли, что все-таки более интересным, более эмоциональным было выступление Скрепова Глеба. Никита, простите. Итак, Никита, какая дорожка? Никита выбирает зеленую дорожку. Кто второй? И, наверное, да. Вторую можно Березину. Ира, пожалуйста. Желтая, но вам, Оля, досталась красная дорожка. Пожалуйста. Прошу вас в первый этап. Никита, три ключевых слова на выбор. Бабушка, хитрость или цикл? Что выберете? Цикл. Хороший вопрос. Цикл стихов «Комедиант» был закончен в 1919 году. И посвящен актеру студии Вахтангова Юрию Александровичу Завадскому. Вот одно из стихотворений. Не любовь, а лихорадка. Легкий бой лукав и лжив. Нынче тошно, завтра сладко. Нынче помер, завтра жив. Бой кипит, смешно обоим, Как умен и как умна. Героиней и героем я равно обольщена. А кто написал этот цикл стихов? Могу предположить, что Александр Блок. К сожалению, это не Александр Блок. И вы со штрафным очком переходите во второй этап. Кто из теоретиков был первым? Участник под номером один. Здравствуйте. Алексеенко Юлия, город Иваново, гимназия номер три. Могу предположить, что написала Зинаида Гиппиус. К сожалению, это не Зинаида Гиппиус. Кто следующий? Участник под номером одиннадцать. Милошова Екатерина, город Родники. Центральная городская школа. Могу предположить, что это Анна Ахматова? И не Анна Ахматова. Еще будут ли? К сожалению, нет. Двух поэтесс серебряного века перебрали, а третья осталась. Это была Марина Цветаева. Такой вот сложненький оказался вопрос. Ирина, пожалуйста, ваш выбор из двух ключевых слов бабушка или хитрость? Хитрость. Для увеличения интереса к постановке в обеих столицах шли на хитрость и порой пьесы переименовывали. Так, водевиль Петра Григорьева «Цирюльник на песках» и «Парикмахер с Невского» получил в Москве название «Цирюльник с Рогожской» и «Парикмахер с Кузнецкого». А какое название «В Москве» получила пьеса Виктора Дьяченко петербургские коршуны? Очень жаль. И со штрафным очком вы переходите во второй этап. Среди теоретиков есть ли те, кто может предположить? Итак, кто? Участник под номером 16. Здравствуйте, Черняев Александр Александрович, город Вичуга. Могу предположить, что это московские коршуны. Да, это московские коршуны. И это орден. Так, Ольга, вам остается бабушка. Его бабушка была французской актрисой, звали ее госпожа Варлей. Она играла в Петербурге, там же бросила сцену и вышла замуж за человека, владевшего каменоломлями в Финляндии. Внук, в свою очередь, получил золотую медаль на всемирной выставке в Париже за изобретение волочильного станка для получения тончайших металлических нитей для семейной фабрики. Но бабушкины гены победили, и в конце XIX века он создал уникальный театр в Москве. Кто этот человек? Ну, ответ у вас есть? А зря вы стесняетесь, это Константин Сергеевич Станиславский. Без штрафного очка вы переходите во второй этап. Никита, перевод классика, выпавший из гнезда или цензура? Цензура. Цензура. Как известно, цензура резала многие произведения, но порой актерам удавалось ее продавливать. Мария Волберхова в 1829 году получила разрешение на постановку первого акта запрещенной комедии Грибоедова «Горе от ума». Но чуть дольше она воевала с цензурой по поводу другого произведения. И в конце концов, в 1852 году добилась разрешения на постановку запрещенных сцен. А из какой пьесы Лермонтова? Извините, но я затрудняюсь ответить. Очень жаль. И кто же поможет нам из теоретиков? Участник под номером 11. Милошова Екатерина, город Родники, центральная городская школа. Возможно, это пьеса «Маскарад»? Да, это пьеса «Маскарад». И это орден. Это орден, да? Орден. Ирина. Перевод классика или выпавшая из гнезда. Премьера этой пьесы в Московском художественном театре в 1902 году чуть ли не переросла в скандал. На сцене появились те, кого сейчас нередко называют выпавшими из гнезда. То есть деклассированные элементы. Со сцены слышалась ругань и такие фразы, как «Ежели людей по работе ценить, тогда лошадь лучше всякого человека». Как называлась эта пьеса и кто ее автор? Ваш ответ. Очень жаль. И это вторая ваша ошибка на желтой дорожке. Но, к сожалению, вы становитесь теоретиком. А кто был первым? Участник под номером 9. Здравствуйте, Крылова Елена. Школа номер 10, город Тейково. Но я могу предположить, что это произведение Александра Николаевича Островского «Бедность не порог». К сожалению, это неправильное предположение. Еще следующий. Участник под номером 17. Здравствуйте, Валентина Шишова, Ивановский район, Ново-Тальческая школа. Я могу предположить, что это пьеса Максима Горького на дне. Мы можем зачесть? Да, это пьеса Максима Горького на дне. И это орден. Ольга, а вам остался перевод классика. О переводах Островским одного из классиков говорили, что стремлением к доступности, близостью к разговорной речи, они были близки к переводам Бориса Пастернака. А к чьему трехсотлетию Александр Николаевич перевел одну из комедий. Нужно назвать автора комедии. Ваш ответ? Возможно, Шекспир. Можем ли мы принять ответ Шекспир на этот вопрос, уважаемый Ариапак? Можем. И у нас есть первый финалист. Это Князькова Ольга из города Тейково. Поздравляем. Поздравляем. Ну а вам, Никита, желаем удачи на трибунах. Ура! У нас осталось еще несколько вопросов, и мы продолжим. Ключевые слова к этим вопросам. Чайка русской сцены. Эту актрису называли «Чайкой русской сцены», так как одной из лучших ее ролей была признана Нина Заречная из пьесы «Чайка» Антона Павловича Чехова. Она с блеском играла на сцене Императорского Александринского театра в столице, но покинула его, желая расти. В Петербурге зрители радуют своими спектаклями театр, названный в честь память, в память этой великой актрисы Серебряного века. Назовите ее фамилию. Кто был первым? Участник под номером 11. Милошева Екатерина Родниковский район, Центральная городская школа. Возможно, это Комиссаржевская. Это Комиссаржевская. Вы уверены? Да. Уверена? Не совсем. Уважаемый Ариапак, можем ли мы принять уверенный ответ, что это Комиссаржевская, чайка русской сцены? Можем. И это орден. Поздравляем. Идеология. Это идеология искусства, появившаяся в первые годы советской власти, призывала отказаться от всех достижений дореволюционной культуры и строить новую советскую культуру на пустом месте. Как называлась эта идеология и одновременно организация, которая проводила ее в жизнь? Участник под номером 5. Кто был вторым? Участник под номером 13. Здравствуйте. Валерия Рябова, город Иваново, гимназия номер 3. Могу предположить, что это синий галстук, синяя блуза. К сожалению, это не синяя блуза. Синяя блуза, насколько мне помнится, идеологии-то не была. Еще кто? Номер 16. Опустил руку? Значит, участница под номером 17. Итак. Валентина Шишова, Натальевская школа. Эта организация называлась «Пролет-культ». И идеология называлась как, соответственно? Пролетарская культура. Пролетарская культура. Вот это правильный ответ, и это орден. Комары. Антон Павлович Чехов не раз критиковал этот театр за его увлечение излишними реалистическими подробностями. К чему такие подробности, спрашивал он. А когда в Вишневом саду актеры ради пущей реальности стали хлопать руками, будто убивая комаров, Чехов объявил. В следующей пьесе непримерно заставлю одной из действующих лиц сказать. Какая удивительная местность. Нет ни одного комара. А назовите этот театр. Кто был первым? Участница под номером один. Алексеенко Юлия, город Иваново, гимназия номер три. Это был Московский художественный театр. Принимаем? Принимаем. И это орден. А мы переходим в эпилог первого вагона. Я напоминаю, что в эпилоге вопросы немножко попроще. И вам нужно будет ответить на три вопроса, за каждый из которых можно получить медаль. Среди театров в дореволюционной России особое место занимали императорские театры. Они щедро финансировались, но находились под жестким контролем министерства императорского двора. В Москве таких театров было два. Один музыкальный, а другой драматический. Укажите их название. Первым был... Участница под номером 17. Шоу Валентина, Ивановский район, Ватальевская школа. Это Большой и Малый театр. Да, это Большой и Малый театр, и это медаль. Второй вопрос эпилога. Он был другом и соратником Великого Станиславского. Они вместе ставили спектакли в Московском художественном театре, учили актеров жить на сцене. Назовите фамилию этого талантливого театрального режиссера и педагога. Или все готовы, но кто-то был раньше. Участница под номером 10. Здравствуйте, кухар Ксения, Михалевская школа. Я думаю, что это Немирович Данченко. Да, это Немирович Данченко, и это медаль. И третий вопрос эпилога первого вагона. Театральные деятели по разным причинам брали псевдонимы. Так, настоящее имя и фамилия Константина Станиславского. А какие? Участница под номером 11. Пожалуйста. Милошова Екатерина, город Родники, центральная городская школа. Возможно, его фамилия была Алексеев. А имя? Константин. Зачтем этот ответ. Да, и это тоже медаль. Поздравляем. Первый агон у нас закончен. И мы вновь поздравляем победителей этого агона. И всех, кто заработал ордена и медали. И переходим ко второму агону. Второй агон. И на дорожке приглашаются следующие агонисты. Густавалов Иван, мыцкая средняя школа. Рябова Валерия, гимназия номер 3, город Иваново. И Шишова Валентина, новоталецкая средняя школа. За некоторое время до начала наших состязаний агонистам была дана тема для конкурса красноречия. Я напоминаю, что у вас будет около 30 секунд, чтобы представить эту тему. А тема звучит так. Театр. Выбрана фраза Владимира Маяковского. Театр – это не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло. И первым будет выступать Иван. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый Ария Пак. Я согласен с этим утверждением Маяковского. Театр всегда отображал жизнь, особенно в расцвете реализма. Но это была его не главная задача. А главная задача – концентрировать внимание общественности на определенных проблемах. То есть, как увеличивать эти проблемы. Ну, и не только общественности, и власти. Спасибо. 26 секунд. Валерия, вам слово. Добрый день, уважаемый Ария Пак. Мне была предложена тема «Театр – это не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло». Я согласна с этим утверждением. На протяжении своей жизни я часто слышала фразу «Театр – это жизнь». И действительно, актеры не должны играть в театре, не должны проживать свою роль. И театр можно сравнить с некоторым микроскопом, который вроде бы показывает реальную жизнь, но в то же время акцентирует наше внимание на каких-то проблемах и заставляет задуматься о них. Спасибо, Валерия. 32 секунды. Но это было хорошее выступление. И, Валентина, пожалуйста, вам слово. Уважаемый Ария Пак, Андрей Валентинович. Владимир Маяковский говорил, что «Театр – это не отображающее зеркало, а увеличивающее стекло». Действительно, предназначение «Театра» заключается не только в объективном отражении действительности и острой реакции на важнейшие события современности, но и в воспитании зрителя. Показывая несовершенство общества и высмеивая людские пороки, театр должен мотивировать людей становиться лучше и самосовершенствоваться. Спасибо. 28 секунд. Спасибо участникам. Но Ария Пак должен посовещаться и определить, кому достанется красная дорожка, кому желтая и кому зеленая. Пока Ария Пак совещается, я напомню, что зеленая дорожка из четырех этапов, но на ней можно дважды ошибиться. Желтая дорожка из трех этапов, но на ней можно один раз ошибиться. Красная – самая короткая, самая быстрая, но на ней нельзя ни разу ошибаться. Итак. Лучшим было выступление Валентины Шишовой. Наиболее интересная, яркая. А вторым – у Валерии. Валерии. Вот такой последовательности. Большое спасибо нашему верховному архонту. Валентина, какую дорожку выберете? Валентина выбирает красную дорожку. Валерия, вы? Валерия зеленую, не хочет рисковать. Ну, а вам, Иван, досталась желтая дорожка. Валерия, выбирайте. Первый этап. Первая актриса. Первый увидела свет. Первая комедия. Первая актриса. Как звали первую актрису, которой было присвоено звание народной артистки республики? Ваше предположение прекрасно, и оно верно. Вы без штрафного очка переходите во второй этап. А мы обращаемся к Ивану. Первый увидела свет. Первая комедия. Что выберете? Первый увидела свет. Интересный вопрос. Какая из пьес Антона Павловича Чехова первой увидела свет рампы? Из Отцовщины. К сожалению, это неправильный ответ, и вы со штрафным очком переходите во второй этап. А кто из теоретиков был первым? Кто готов помочь? Участник под номером 11. Значит, участник под номером 10. Здравствуйте, кухар Ксения Михайловская школа. Смею предположить, что это вишневый сад. Нет, к сожалению, это не вишневый сад. Еще предположение. Участник под номером 9. Кулова Елена, школа номер 10, город Тейково. Но я могу предположить, что это Чайка. И не Чайка, к сожалению. Есть ли еще предположения на трибунах? Участник под номером 1. Алексеенко Юлия, город Иваново, гимназия номер 3. Это была пьеса Иванов? Можем зачесть. Можем. Только ударение немножко другое. Пьеса Иванов и... Это Орден? Это Орден. Валентина, а вам досталась первая комедия. Чернышевский вспоминал. Первая комедия господина Островского, «Свои люди сочтемся», была принята читателями с единодушным одобрением. Мы встречали даже тех, даже таких, которые в порыве увлечения ставили эту комедию выше неких трех произведений. Назовите хотя бы два из этих произведений. «Ревизор», «Горе от ума» и... Не знаю, третий. А зря. Это комедия Дениса Фанвизина «Недроссель». Но без штрафного очка вы переходите во второй этап. Итак, ключевые слова ко второму этапу. Памятник, фрунзе или тезка. Валерия. Памятник. В самом центре Москвы находится памятник великому русскому драматургу Александру Николаевичу Островскому. Автор «Грозы и бесприданница» сидит глубоко задумавшись в кресле. А около какого театра находится этот памятник? И почему он находится именно около этого театра? Могу предположить, что около малого театра. Вам сегодня повезло. Ариапак решил, что вы без штрафного очка проходите в следующий этап. И вполне может быть, что вы станете нашим вторым финалистом. А кто на трибунах готов нам помочь? Почему же все-таки около малого театра находится памятник Островскому? Кто был первым? Номер семь. Добрый день. Карпачев Иван, город Кенешман, школа номер восемнадцать. У малого театра, потому что именно в малом театре проходили постановки драматических произведений, и некоторые пьесы Островского и комедии увидели свет именно в малом театре. Уважаемый Ариапак, как мы думаем, как вы думаете точнее? Можем ли мы засчитать этот ответ и дать орден за него? Это скорее медаль, решил Ариапак. Это медаль. Поздравляем, Иван. А другой Иван у нас готов выбрать из двух ключевых слов. Фрунзе или тезка? Тезка. Хороший вопрос. Надеюсь, вам повезет. В юношеские годы она увлекалась сценой и даже играла в любительских постановках «Грозы». Ее идеалом актрисы была тезка Вера Комиссаржевская. Позднее же страсть к актерству привела ее на киноэкран и сделала одной из самых популярных актрис немого кино. А назовите эту актрису. Иван, ваш ответ. Никульна-Косицкая. Это неправильный ответ. И если мне не изменяет память, это вторая ваша ошибка на желтой дорожке. Вы становитесь теоретиком. Но я думаю, что у вас получится отыграться на трибунах. А кто был первым среди теоретиков? Участник под номером 10. Кухар Ксения. Может быть, это стрепетово или стрепетово неударение? К сожалению, нет. Еще. Участник под номером 14. Сивачев Анастасия. Школа номер 8. Город Кинишмин. Смею предположить, что это была Вера Самойлова. Вера Самойлова. Нет. К сожалению, Ариапак не готов зачесть этот ответ. Еще кто-нибудь? Нет. Предположений среди теоретиков. Это одна из величайших актрис русского немого кино. Звали ее действительно Вера, как Веру Комиссаржевска. Фамилия у нее была Холодная. Валентина, вам достался Фрунзе. Если вы правильно отвечаете, вы становитесь вторым финалистом. Если неправильно отвечаете, то придется вам продолжить борьбу на трибунах. Так, вопрос. В 1918 году первый председатель губысполкома Иваново-Вознесенской губернии Михаил Васильевич Фрунзе подписал два судьбоносных декрета, касающегося театра. Согласно одному из них был реорганизован Ивановский, Иваново-Вознесенский театр. А согласно другому был открыт в одном из городов Иваново-Вознесенской губернии новый городской театр. А в каком городе был открыт этот новый театр в 1918 году? Я могу предположить, что в Кинишме? К сожалению, нет. Это не Кинишма. В Кинишме уже был открыт театр. И очень жаль, но вы становитесь теоретиком. На красной дорожке, к сожалению, нельзя ошибаться. А кто готов помочь? Участник под номером один. Алексеенко Юлия, гимназия номер три. Это город Шуя. Да, это город Шуя. Это был городской драматический театр. Создан он был 20 октября 1918 года. И это орден, если я правильно понимаю. Это орден. Поздравляем. Но у вас, Валерия, было два правильных ответа. И вы второй финалист наших игр. Поздравляем. Ну а нам надо разыграть те вопросы, которые не были разыграны еще на дорожках. Однофамильцы, героини одной из пьес Чехова и самая остроумная из советских актрис имели одну и ту же фамилию. Правда, у актрисы это был сценический псевдоним. Назовите эту фамилию. Участник под номером один. Книпер Чехова? Нет, к сожалению, это не Книпер Чехова. Было бы странно, если бы Антон Павлович назвал кого-то из персонажей своей фамилии. Есть ли еще предположения на трибунах? Советская актриса. Персонаж Вишневого сада. Еще? Кто был первым? Участник под номером четыре. Гоголева Екатерина, гимназия 30, город Иваново. Возможно, Раевская? Да, это Раевская. И Орден. Это Орден для Екатерины. Как я уже сказал, фамилия одной из персонажей Вишневого сада и Фаины Раевской, которая как раз в честь этого персонажа и взяла свой псевдоним. Косицкая. Любовь Павловна Никулина Косицкая была первой исполнительницей одной из ролей пьеси Островского. Современники утверждали, что для мироощущения Косицкой была важна поэтическая любовь к природе, обостренное понимание ее красоты и созвучие человеческой души. Образ летящей птицы вырастает из самой души Косицкой. А назовите эту роль. Кто был первым? Участник под номером 12. Валфилан из средней школы. Это роль Катерины. А где? В пьесе «Гроза». Вот роль Катерины в пьесе «Гроза», мне кажется, это больше похоже на «Орден», да? Как считает наш Ариапак. И это «Орден». Да, действительно, это Катерина в «Грозе». И у нас остался последний вопрос. Фантастический реализм. Визитной карточкой этого режиссера стала постановка пьесы итальянского писателя Карла Готце «Принцесса Турандот». Постановка отличалась яркими, необычными костюмами и декорациями. Этим спектаклем режиссер открыл новое направление в театральном искусстве – фантастический реализм. В память этого режиссера назван один из лучших московских театров, который стоит на Арбате. А назовите его фамилию. Первым был… Участник под номером 4. Гугли, Викторина, гимназия номер 30. Иванова, возможно, Евреинов? Нет, к сожалению, нет. Кто следующий? Участник под номером 2. Березина, Ирина, гимназия 30. Мейрхольд. И, к сожалению, это не Мейрхольд. Участник под номером 1. Алексеенко, Юлия, гимназия номер 3. Это был Евгений Вахтангов. И это был Евгений Вахтангов. Поставил последнюю постановку свою «Принцесса Турандот». И это орден. Это орден. Ну а мы с вами переходим в эпилог 2-го агона. Традиционно в эпилоге 3 вопроса. За каждый из этих вопросов можно получить медаль, поскольку вопросы немножко проще. Две медали можно обменять на один орден. Первый вопрос эпилога. Основу репертуара этого театра, открывшегося в 1898 году, составили пьесы Чехова и Горького, а также скандинавской драматургии. Назовите этот театр. Первым был... Участник под номером 1. Алексеенко, Юлия, город Иваново, гимназия номер 3. Это Московский художественный театр. И это Московский художественный театр. И это медаль. Второй вопрос эпилога. До 1866 года эта трагедия Пушкина находилась под цензурным запретом. Впервые ее поставили в 1870 году в Александринском театре. Народ ответил овацией. Много рук. А первым был... Участник под номером 9. Крылова Елена, школа номер 10, город Чейково. Это Борис Годунов. И это Борис Годунов, и это медаль. И третий вопрос эпилога. Музей-квартира Мейрхольда, дом-музей Щепкина, дом-музей Островского являются филиалами театрального музея, основанного в 1894 году. Сейчас музей носит имя своего создателя. А кто был создателем этого театрального музея? Первым был... Участник под номером 9. Ну, я могу предположить, что создателем был Максим Горький. К сожалению, нет. Создателем театрального музея был не Максим Горький. Еще предположения, идеи? Участник под номером 10. Здравствуйте, Кухар Ксения. Возможно, это МХАТ, Станиславский и Немирович Даченко. Нет, к сожалению, это не Станиславский и Немирович Даченко. Театральный музей носит сейчас имя известного коллекционера, который собирал театральные афиши, театральные билеты. Даже гримерную одного из актеров собрал полностью. Звали этого увлекающегося человека Алексей Бахрушин. И сейчас музей носит имя Алексея Бахрушина. Ну, а наш второй агон закончен. Третий агон. На дорожки приглашаются Гоголева Екатерина, гимназия 30, города Иваново, Карпачев Иван, школа номер 18, имени маршала Василевского, город Кинишма, и Крылова Елена, средняя школа номер 10, города Тейково. Поскольку тема у нас «Золотой век русского театра» и вопросы все посвящены театру, то традиционно за некоторое время до начала состязаний агонистам были розданы темы для конкурса «Красноречие». В качестве вашей темы выбраны слова Карла Гоцца. Мы никогда не должны забывать, что театральные подмостки служат всенародной школой. Первой будет выступать Гоголева Екатерина. Пожалуйста. Добрый день, высокий Ариапак. Я согласна с высказыванием Карла Гоцца. Действительно, театральные подмостки служат всенародной школой. Вспомним, что даже малый театр в Москве называли вторым московским университетом. Но с той разницей, что университет могут посещать только избранные, тогда как театральные подмостки видят все. 26 секунд. Вторым выступает Карпачев Иван. Пожалуйста. Добрый день, уважаемый Ариапак. Добрый день, господин ведущий. Я согласен с высказыванием Карла Гоцца, итальянского писателя, потому что считаю, что мы действительно не должны забывать, что театральные подмостки служат всенародной школой, так как именно на подмостках раскрывается весь театральный талант. И испытывало такое мнение, что театральная свобода, свобода искусства лежит именно на театральных подмостках. Помимо этого, не стоит забывать, что в начале 19 века театральные подмостки служили своеобразным социальным лифтом, например, для крестьян. Спасибо. 33 секунды выступления. Ну, а завершает эту серию выступлений Крылова Елена. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый Ариапак. Мне предложили поразмышлять над темой Карла Гоцца. Мы никогда не должны забывать, что театральные подмостки служат всенародной школой. Нельзя не согласиться с этой фразой. Действительно, театр не просто место, куда люди приходят, чтобы посмотреть спектакль, выступление. Оно нас учит, обучает. И для каждого народа театр – это своеобразная частица культуры, которая передается из поколения в поколение. Спасибо за внимание. 27 секунд. Уважаемый Ариапак, вам предстоит принять решение, кто будет первым выбирать дорожки, кто вторым, кто третьим. А я напомню, скорее даже для наших зрителей, что у нас есть три дорожки. Зеленая состоит из четырех этапов. На ней можно дважды ошибиться. Но вас могут обойти по более быстрым, коротким дорожкам. Желтая дорожка состоит из трех этапов. Можно один раз ошибиться. Красная дорожка. Рисковая дорожка. На ней нельзя ошибаться. Но всего два этапа. Ариапак готов определить, кто будет первым выбирать? Мы внимательно выслушали все замечательные спичи. Но, как нам представляется, наиболее ярким, наиболее интересным было выступление Коголевой Екатерины. Затем идет Крыловая Лена. Большое спасибо. Итак, Екатерина, какую дорожку выберете? Желтая дорожка. Елена. Не хотите красную? Быстрее будет. Ну как? Нет, все-таки зеленая. Ивана достается красная дорожка. И мы начинаем первый этап третьего агона. Ключевые слова для вас. Третья студия МХТ. Телеграмма и провал. Елена. Третья студия МХТ. В третьей студии МХТ однажды был поставлен потоп Бергера. Евгений Вахтангов создавал атмосферу наводнения с помощью света, звуков, запаха, бушующей за железными ставнями буря. И когда актер, игравший главную роль, роль Фрезера, поджимал ноги, пугаясь наводнения, вслед за ним поджимали ноги все зрители, а в зале ощущался запах озона, как после грозы. Кстати, этот самый актер был племянником знаменитого русского писателя в рубеже XIX и XX веков. А как звали этого выдающегося театрального актера? Я не могу ответить на этот вопрос. И со штрафным очком вы переходите во второй этап. А кто из теоретиков, то есть наших зрителей на трибунах, готов нам помочь? Участник под номером один. Алексеенко Юлия, гимназия номер три. Это был Михаил Чехов. Это орден за Михаила Чехова. Поздравляем. Итак, вам досталось два слова. Телеграмма или провал. Вы настолько уверены в своих силах, что готовы к провалу? Провал так провал. Как вспоминал Станиславский. Чехов, который Антон Палыч, был уверен, что он написал веселую комедию. Однако и артисты, и режиссеры приняли ее как драму. На актерской читке в октябре 1900 года многие, слушая ее, плакали. И не ожидавший слез автор решил, что, как он говорил Станиславскому, пьеса не понято и провалилась. Незадолго до читки в письме к Горькому Чехов отмечал, что ужасно трудно было писать эту пьесу. Ведь три героини, каждая должна быть на свой образец. И все три генеральские дочки. А назовите эту пьесу. Возможно, это пьеса Чехова «Три сестры». Три. И без штрафного очка вы переходите в следующий этап. Ну что ж, Иван. Телеграмма. В 1897 году некто получил срочную телеграмму, что отправитель будет ждать его 22 июня в 2 часа дня в ресторане «Славянский базар» в центре Москвы. Встреча продлилась более 18 часов, и по ее итогам была создана программа нового театра. А какие два человека участвовали в этой встрече? Мне кажется, что в этой встрече участвовали Константин Таниславский и Владимир Немирович Значенко. И без штрафного очка вы переходите во второй этап. И у второго этапа у нас тоже три ключевых слова. Труп, священник и Иваново-Вознесенский театр. Елена, ваш выбор? Вы выбираете труп. Великолепный вопрос. Надеюсь, вам понравится так же, как мне. У этого человека были сложные отношения, точнее, сложные отношения к произведениям Антона Павловича Чехова. Он даже говорил Чехову. «А все-таки все ваши пьесы я терпеть не могу. Шекспир скверно писал, а вы еще хуже. Придя домой после премьеры, он записал. Ездил смотреть дядю Ваню и возмутился. Захотел написать пьесу «Труп», набросал конспект. Сюжетную канву составляло реально уголовное дело. А эмоциональным толчком, как уже понятно из дневниковой записи, послужил спектакль МХТ «Дядя Ваня». А назовите пьесу, которая в итоге получилась, и автора этой пьесы. Я могу предположить, что автор – это сухого кобыли произведения. Можно вопрос еще раз повторить? Назовите пьесу, а другая. Может быть, свадьба Кричинского? Ну, там есть в произведении «Дело труп». Но, к сожалению, это неправильный ответ. Это и не сухого кобылин, и не свадьба Кричинского. И со вторым штрафным очком вы переходите в третий этап. А кто из теоретиков готов нам помочь? Участник под номером 12. Вставала в МНСК «Средняя школа». Это была пьеса «Месяц в деревне». Автор этой пьесы? Толстой. А как звали Толстого? Лев. Лев Толстой. Уважаемый Ариапак, можем ли мы зачесть этот ответ хотя бы на медаль или на орден? «Месяц в деревне» и «Лев Толстой». Нет, к сожалению, этот ответ мы не можем зачесть. А еще кто-нибудь из теоретиков рискнет попытать удачу? Участник под номером 1. Автора звали Алексей Толстой. А пьеса? «Месяц в деревне». И этот ответ, я так понимаю, мы не сможем зачесть. Есть ли еще предположения? Иван правильно сказал, что это был Лев Толстой, только пьеса называлась «Живой труп». Итак, два ключевых слова у нас осталось «священник» или «Иваново-Вознесенский театр». Прекрасно. В 1874 году он основал в городе Иваново-Вознесенский театр. Репертуар этого театра можно охарактеризовать тремя словами. Островский, Островский и еще раз Островский. Этот ивановский режиссер и актер боготворил великого русского драматурга, переписывался с ним и встречался. Его театр находился на улице, которая раньше называлась «Старая Волосная». Он обратился с просьбой благоустроить эту улицу к известному ивановскому предпринимателю Якову Горелину. И здесь, то есть на той улице, были высажены молодые липы. После этого улицу стали называть Садовой. Своё имя улица сохранила до наших дней. В памяти этого режиссера и актера названа одна из улиц города Иваново. А назовите всего лишь... Я бы мог спросить, как звали его сына, внука и дальше, но я спрошу всего лишь его фамилию. Это? Демидов. Это Демидов. И без штрафного очка вы переходите в третий этап. Но я напоминаю, что красная дорожка, она была привлекательней, поскольку на ней нельзя ошибаться. И человек, который ответит на красной дорожке на два вопроса, станет нашим финалистом. Я надеюсь. А может и не станет. Всё зависит у нас от Ивана. Ключевое слово второго этапа, которое досталось Ивану. Священник. Когда на гастролях она играла в Кишинёве Нору в спектакле по пьесе Ипсона, за кулисы пришёл священник и попросил позволения стоять в кулисах, так как Сан не позволял ему присутствовать в зале. Он стоял, смотрел, утирал слёзы, а в антракте сказал, вот как надо служить, а мы, разве мы так можем, разве мы так умеем? А в разгар революции 1905 года она открыла в Петербурге частный театр, вдохновляясь МХТ. Но театр прогорел, и она вновь отправилась на гастроли. Кто же эта актриса? Я рискну предположить, что это была Вера Комиссаржевская. И у нас есть третий финалист. Это Карпычев Иван. Поздравляем. Ну а тем, кому не удалось достигнуть успеха на дорожках, желаю успеха на трибунах, тем более, что все шансы для этого есть. А мы разыгрываем неразыгранные вопросы из третьего агона. Гастроли трагика. В 1860-х годах в России гастролировал английский трагик Айра Олдридж, игравший в классических постановках. Русская критика отмечала, что из одной особенности ему лучше всего удавалась роль отелла. А из-за какой особенности Айре Олдриджу лучше всего удавалась роль отелла? Кто был первым? Участник под номером 15. Скребов Никита, город Вичуга, школа номер 12. Могу предположить свет кожи? Да, действительно, Айра Олдридж был чернокожим. И это орден. Это орден. Поздравляем, Никита. Что интересно, Айра Олдриджа порой освистывали в Европе, а вот в России он был всеми принят и неоднократно гастролировал по стране. Бывал и в глубокой провинции, и в столичных театрах. Разрешение в период монополии императорских театров труппа могла давать за один день до шести спектаклей. Возможно, в связи с этим в 1875 году было дано разрешение, увеличивающее театральный сезон еще почти на пару месяцев. А что разрешили? Что же могли разрешить, чтобы увеличить в патриархальной России театральный сезон еще на пару месяцев, чтобы труппа так не издевалась над собой и выступала не по шесть раз в день, а поменьше? Кто был первым? Участник под номером 9. Ну, я могу предположить, что увеличить количество пьес, которые бы поощряли власть. Это было бы хорошее разрешение, но нет, это неправильный ответ. Следующим был... Участник под номером 2. Березина Ирина, гимназия 30. Я предположу, что можно было играть 5 дней в неделю. К сожалению, нет. Не в пятидневной неделе было дело. Почти каждый день играли спектакли в ходе сезона. Следующим был... Участник под номером 11. Милошова Екатерина, город-родники, центральная городская школа, возможно, разрешили создавать частные театры. До этого было еще немножко далеко. Но есть ли еще какие-то предположения? Специальным указом Священного Синода было разрешено давать постановки в пост. И за счет этого увеличился театральный сезон почти на два месяца. И последний вопрос третьего агона скрыт за ключевым словом «журнал». Как известно, Александр Островский в Москве довольно плотно сотрудничал с журналами. Там же публиковались и его первые пьесы. Один из славянофильских журналов по достоинству оценил молодого литератора и его идеи. А в 1850 году даже пригласил в состав редакции. А что это был за журнал? Первым кто был? Участник под номером 12. Сталов Иван, Минская средняя школа, журнал «Современник». К сожалению, это не «Современник». Участник под номером 10. Кухар Ксения, москвитянин. Да, журнал назывался «Москвитянин». Многие сотрудники редакции «Москвитянина» были настроены довольно в славянофильском духе. И идеи островского народности были там восприняты. Ну, ура. Орден? Орден. А мы переходим в эпилог. Традиционно в эпилоге три вопроса. За них, вопросы эти попроще, за них можно получить не орден, а медаль. Если у вас будут две медали, можно их будет обменять на орден. Первый вопрос эпилога. Этот писатель и драматург начала 20 века пять раз был номинирован на Нобелевскую премию по литературе. А назовите этого писателя и драматурга. Никто не рискнет? Рискнет. Кто был первым? Участник под номером один. Может быть, это был Маяковский? Нет, к сожалению, это был не Маяковский. Следующим кто был? Участник под номером девять. Может быть, это был Максим Горький? Да, действительно, это был Максим Горький. Правда, большую часть, раз он был номинирован в 20-е годы, это медаль. Но я вижу, у вас есть одна медаль, можно ее поменять на орден. Второй вопрос эпилога. Среди театров в дореволюционной России особое место занимали императорские театры. Они щедро финансировались, но находились под жестким контролем Министерства императорского двора. В Петербурге таких театров было два. Один музыкальный, а другой драматический. А назовите оба этих театра. Первым кто был? Участник под номером десять. Александрийский и Мариинский. Какой еще раз первый был? Либо Большой, либо Александрийский. Но я считаю, что это... Или как он? Александрийский. Уважаемая жюри, высокий Ариапак, можем ли мы зачесть этот ответ? Да, мы можем зачесть. Спасибо большое. Они назывались Мариинский театр, где ставились музыкальные пьесы. А драматический назывался Александринским театром, а не Александрийским. Но все равно это медаль. И третий вопрос эпилога. После революции 1917 года... Появился Тео Наркомпроса. А как можно это расшифровать? Кто был первым? Участник под номером семнадцать. Валентина Шишова, Натальевская школа. Это театральный отдел Народного комиссариата просвещения. Медаль. Это правильный ответ. А наш третий огон закончен. И мы переходим к четвертому огону. В четвертом огоне на дорожке приглашаются Богданова Валерия, школа номер сорок один города Иваново, Зубынин Матвей, школа номер семь города Кохмы и Кухар Ксения, Михалевская средняя школа. Перед началом состязаний была сформулирована тема для участников для конкурса красноречия. И тема эта звучит «Нужны ли зрители современному театру?» Современный театр претерпевает множество изменений. И так вот, ребята, порассуждайте, нужны ли зрители для современного театра. Выступать будем в том порядке, в котором я вас приглашал. Первый будет выступать Валерия. Пожалуйста. Здравствуйте, Высший Ареопак. На мой взгляд, современному театру, безусловно, нужны зрители. Потому что театр – это искусство, которое зародилось вместе с человечеством. Оно сопровождало всю его историю. Театр развивался, развивается и будет развиваться. Краткое выступление, всего 18 секунд, но в целом содержательно. Следующим, Матвей, прошу вас. Здравствуйте, Высокий Ареопак. Мне предложена тема «Нужны ли зрители современному театру?» Да, нужны, я считаю. Еще на заре появления телекоммуникационных технологий, многие ученые высказывали мнение о том, что скоро из театра исчезнут все зрители, их заменят видеокамеры, которые будут непосредственно показывать театральные постановки по телевидению. Однако это и сейчас присутствует, но некоторая магия, некоторая атмосфера улетучивается даже из прямых эфиров, поэтому никогда-никогда не исчезнут настоящие зрители из театральных зданий. 40 секунд. Ну и завершать это, безусловно, сложное рассуждение будет кухар Ксения. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемая Мария Палк. Я считаю, что не театру нужны зрители, а зрители нужны театру, потому что театр – это ведь храм искусства, и именно он воспитывает в современной молодежи эстетическое чувство, то есть чувство прекрасного. И нет, не мы нужны театру, а театр нужен нам, и здесь должна быть жирная точка. Спасибо большое за внимание. Великолепное выступление, 22 секунды. А пока Ариапак совещается, в каком порядке наши агонисты будут выступать и выберут дорожки, я напомню, что у нас есть три дорожки. Одна из них красная, на ней ни разу нельзя ошибаться, но всего из двух этапов состоит. Вторая – желтая, можно один раз ошибиться, но три этапа и могут по красной дорожке обойти. Как мы видели в некоторых предшествующих агонах, на третьей дорожке зеленая. Четыре этапа, дважды можно ошибиться, но могут обойти как по желтой, так и по красной дорожке. Итак, Ариапак, Аркадий Андреевич. Наше мнение такое, что мы, выслушав все замечательные выступления, считаем, что все-таки, наверное, лучше всего слушалось, и в содержательной точке зрения выглядело это выступление. Ксения, затем Матвея. Итак, Ксения, какую дорожку выберете? Желтую дорожку. Ну что ж, Матвей, красная или зеленая? Зеленая. Ну а вам, Валерия, достается красная дорожка. И мы начинаем первый этап нашего четвертого агона. Три ключевых слова. Отказ, ударение или завещание. Матвей? Отказ. Отказ. Прекрасный вопрос. В тот сезон, когда в Петербурге, в Александринском театре, шумно провалилась постановка пьесы «Чайка», и автор бежал из театра, дав себе за рук никогда не писать пьесы, другой автор получил Грибоедовскую премию за свое произведение. Но отказался от этой премии в пользу автора «Чайки», сказав, «Я не могу взять премию, потому что она всецело заслужена чайкой». Вот истинный алмаз. Вот гордость русской драматургии. Назовите того, кто отказался от премии. Я не знаю. Очень жаль. Кто из теоретиков готов помочь? Участник под номером 11. Милышева Екатерина, город Родники, центральная городская школа. Возможно, это Владимир Иванович Небирович Данченко. Можем ли мы принять этот ответ? Можем. И это орден. Поздравляем. А Матвей со штрафным очком переходит во второй этап. Ну что ж, Ксения. Ударение или завещание? Давайте попробуем завещание. По завещанию она получила от Чехова дачу в Гурзуфе и 5000 рублей. О романах начался в 1898 году, когда Антон Павлович увидел ее на репетициях «Чайки» царя Федора Иоанновича. В 1901 году они поженились. Назовите ее девичью фамилию. И, к сожалению, вы со штрафным очком переходите в следующий этап. Кто был первым среди теоретиков, кто готов помочь? Участник под номером 1. Алексеенко Юлия, гимназия номер 3. Это была Ольга Книпер. Да, девичья фамилия у нее была Книпер, а после замужества она взяла двойную Книпер Чехова. И это орден? Это орден. Поздравляем. Ну что ж, Валерия, вам досталось ударение. Станиславский писал, что перед постановкой одной из пьес. К нему пришел Чехов и сказал, как эта пьеса должна правильно называться. Спустя несколько дней Чехов вновь пришел на репетицию и сообщил, что передумал, что ударение нужно поставить на второй слог, а не на первой. Константин Сергеевич в этот раз понял всю глубину замысла. Такой растет и цветет для приходи, для глаз избалованных эстетов. Жаль уничтожать его, а надо, так как процесс экономического развития страны требует этого. А назовите эту пьесу, где так искали ударение. Я думаю, это пьеса «Чайка». Нет, к сожалению, это не «Чайка». И вы, на красной дорожке ошибившись, становитесь теоретиком. Кто готов помочь и назвать пьесу Чехова правильно? Участник под номером 9. Так. Ну, я могу предположить, что это вишневый сад. А как она должна была изначально называться? Вишня. А в чем разница? В зависимости от того, что в саду растет вишня, из-за этого разница. Это «Орден». Да, действительно, пьеса сейчас называется «Вишневый сад». Антон Павлович предполагал, что она должна называться «Вишневый». Но «Вишневый сад» – это деловой коммерческий сад, приносящий доход. А как известно, в пьесе «Вишневый сад» вся соль идет о саде, который дохода, к сожалению, его владельцам не приносит. Итак, мы переходим во второй этап. У нас оба участника со штрафными очками. Матвей – молодые мастера, эксперименты и человек. Эксперименты. Это был талантливый экспериментатор в театральном искусстве. Он был актером, но больше прославился как режиссер. Он ставил спектакли почти без декораций. А если они и были, то выглядели довольно условно, будучи сколоченными в стиле конструктивизма, уже в позднее время, широко распространенном на рубеже 20-30-х годов. Такие эксперименты зачастую не укладывались в рамки социалистического реализма и не понравились руководителям страны. Режиссер погиб в ходе массовых репрессий 30-х. А назовите фамилию этого театрального режиссера, известного с начала 20-го века. МИХОЛЬ И без штрафа в очках вы переходите в третий этап. Молодые мастера или человек. Мы привыкли слышать фразу «человек» – это звучит гордо. А в какой пьесе, какого драматурга произносится эта фраза? Смею предположить, что это Островский. Свои люди сочтемся? К сожалению, нет. Это ваша вторая ошибка на дорожке. Вы становитесь теоретиком. Готов ли кто-то помочь? Кто слышал эту фразу «человек»? Это звучит гордо. Участник под номером 9. Я могу предположить, что это пьеса Максима Горького. А в какой пьесе, не скажу. Какая пьеса, не скажете. Кто готов помочь? Участник под номером 11. Давайте. Помогайте. Екатерина, город Родники, центральная городская школа. Возможно, это пьеса «Дети солнца». Нет, к сожалению, это не «Дети солнца». Еще готов ли кто-то помочь? Участник под номером 12. Валово-Монска средняя школа на дне. Вы или пьеса? Да, и пьеса. Это пьеса. Ну что ж, уважаемый Ариапак, у нас было два ответа. По части каждый справился. Что мы дадим? Каждому по медали или каждому по ордену? Ариапак принял решение. Оба наших теоретика получают по медали за ответы на этот вопрос. Останется у нас вопрос, потом мы его разыграем. И с темы «Молодые мастера». А мы переходим в третий этап. Два ключевых слова на выбор. Басня или Василий Каратыгин? Басня. Хороший вопрос. Одно из названий пьес Островского повторяет название популярной басни Ивана Андреевича Крылова. Назовите эту пьесу. Ну или басню, если хотите. Смею предположить, это овраг. К сожалению, я не помню такой басни у Ивана Андреевича Крылова. Ариапак высокий. Да. К сожалению, это неправильный ответ. Третья ошибка на зеленой дорожке. Вы становитесь теоретиком. И у нас на дорожках появляется первая вакансия, которую сможет занять теоретик с большим количеством орденов. А кто был первым из теоретиков? Кто готов ответить на этот вопрос? Участник под номером 9. Нет, не готов. Тогда участник под номером 11. Милышева Екатерина, город-треники, центральная городская школа. Возможно, это пьеса басня «Волки и овцы». «Волки и овцы». И это медаль. О, орден. Прошу прощения. Это орден. Василий Каратыгин. Осенью 1853 года на гастроли в Петербург приехала знаменитая французская актриса Элиза Рошель, мечтавшая сыграть вместе с легендарным русским трагиком Василием Каратыгином. Однако ей это не удалось по вполне банальной причине. А какой причине? Кто был первым? Участник под номером 1. Каратыгин к этому времени уже скончался? Можем ли мы принять такой ответ, уважаемый Ариапак? Скончался Каратыгин. Скончался Каратыгин уже к этому времени. Это орден. Каратыгин умер незадолго до приезда Элизы Рошель весной того же 1853 года. И мы возвращаемся к тем вопросам, которые не были разыграны во втором этапе. «Молодые мастера». Театральный сезон 1921-1922 годов на сцене летнего Иваново-Вознесенского городского советского театра играли выпускники Московской школы-студии «Молодые мастера» под руководством известного актера Илариона Певцова. Школа находилась в Москве, но существовала на деньги, выделяемая Иваново-Вознесенским губы с полкомом. И должна была летом показывать свой творческий отчет перед рабочими текстильного края. Вместе с другими в Иваново-Вознесенске дебютировал и будущий актер и режиссер Московского малого театра, исполнитель роли Чапаева в культовом советском фильме «Будущий народный артист СССР». А как звали тогда еще молодого актера? Кто из теоретиков был первым? Участник под номером 11. Милошова Екатерина Город-Треники, Центральная городская школа. Возможно, это Бабочкин? Позвали его. Имя? Не могу сказать. Можем ли мы зачесть ответ Бабочкин? Можем зачесть. Это орден. Позвали его Борис Андреевич. И действительно, впоследствии он сыграет ряд значимых ролей и станет одним из самых известных советских артистов. И последний вопрос нашего четвертого агона. Называется он, зашифрован под ключевым словом, годовщина. К первой годовщине Октябрьской революции в Петрограде была поставлена пьеса «Мистерия Буф». Одна из самых авангардных пьес, знаменовавшая наступление нового мира. Кто был автором этой пьесы, а кто постановщиком? Участник под номером 16. Чернеев Александр, город Вещега, школа 12. Маяковский написал пьесу, а постановщиком был, может, Мирхольд? Да, действительно, Маяковский был автором пьесы, а постановщиком был Всеволод Эмилевич Мирхольд. И это орден. Ну а мы переходим в эпилог. Первый вопрос эпилога. Осенью 1918 года в Петрограде был создан новый театр. Главным идеологом театра был Максим Горький. А художественным руководителем избрали автора пьес «Балаганчик», «Король на площади», «Роза и курица». А кого? Кто был первым? Номер 9. Ну, создали они Московский драматический театр. Вопрос, нужно ответить... Художественного руководителя нужно назвать этого театра, который был создан... Ну, создали его Горький и Блок, значит, художественный руководитель. Ну, Горький. Или Блок? Горький. К сожалению, мы не можем принять этот ответ. А кто был следующим? Участник под номером 12. А кем он был в этом театре? Художественным руководителем. Художественным руководителем. Был Александр Блок. Медаль. В 1902 году почетными академиками избрали двух драматургов – Сухову Кобылина и Максима Горького. Однако количество академиков после этого сократилось на одного человека. Избрание Горького не утвердили, а еще двое в знак протеста отказались от членства. Одним из них был Виктор Короленко. А вторым – кто? И кто был у нас первым, а не вторым? Участник под номером 1. Могу предположить, Чехов. Действительно, Антон Павлович Чехов в знак протеста отказался. Кстати, Виктору Короленко звание потом вернули почетного академика. А вот Антон Павлович Чехов не дожил до этого. Медаль. И последний вопрос эпилога четвертого агона. На деньги какого русского промышленника и мецената было построено здание МХТ в Камергерском переулке? Кто был первым? Участник под номером 11. Голшова Екатерина, город Родники, Центральная городская школа. Это был Савва Морозов. Действительно, это был Савва Морозов. И это медаль. А четвертый агон наш сегодня закончен. И мы переходим к пятому агону. На дорожки приглашаются следующие участники. Алексеенко, Юлия, гимназия номер 3, город Иваново. Милошова Екатерина, Центральная городская средняя школа, город Родники. И Черняев Александр, средняя общеобразовательная школа номер 12, города Вичуга. Незадолго до начала состязаний нашим агонистам была предложена тема для конкурса красноречия. Я напоминаю о регламенте. Пожалуйста, укладывайтесь в 30 секунд. А тема звучит. «Скучен театр, когда на сцене видишь не людей, а актеров». Высказывание принадлежит Василию Ключевскому, известному русскому историку. И, пожалуйста, проявите все свои таланты красноречия, чтобы ответить на вопрос, согласны вы с ним, не согласны. Первой будет выступать Юлия Алексеенко. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемая Ария Бак, уважаемый ведущий. Великие истории Василий Ключевский сказал. «Скучен театр, когда на сцене видишь не людей, а актеров». Для чего люди смотрят спектакли, для чего люди смотрят фильмы? В творчестве они хотят увидеть себя. Вжиться в спектакль, влиться в саму историю. И если человек увидит на сцене что-то из своей жизни, что-то, что затронет его за живое, ему, естественно, понравится эта постановка. Но если мы видим, что актер приигрывает, если мы не видим в нем ничего родственного, то, естественно, нам станет скучно на это смотреть. Поэтому актер должен быть больше человеком, чем играющим роль. Спасибо за внимание. 42 секунды. Следующий будет выступать. Важаемый ведущий. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемая Ария Бак. Здравствуйте, Андрей Валентинович. Я полностью согласна с высказыванием Василия Осьпюча Ключевского. Действительно, я считаю, что прежде всего зритель восхищается тем актером, который погружается в каждую деталь своего персонажа, который с каждым своим жестом, каждым своим звуком, каждым своим шагом пытается передать душу своего героя. Вспомним заменитую фразу Константина Сергеевича Станиславского, который говорил, что актер прежде всего не играет, а живет на сцене. И эта фраза, именно эта фраза помогла к театру войти на высшую ступень. Спасибо. 43 секунды. Последний. Чернеев Александрович, пожалуйста. Здравствуйте, высокий Ария Бак. Я считаю, что наш великий историк был прав, потому что, во-первых, театр – это самовыражение, экспрессия. А, во-вторых, роль театра – демонстрировать пороки обычной жизни. А с этим могут справиться только люди, а не идеальные образы. Спасибо. 24 секунды. А пока Ариапак совещается, кто будет из вас первым выбирать дорожки, кто вторым, а кто третьим. Я напомню, что у нас три дорожки. Зеленая состоит из четырех этапов, но дважды на ней можно ошибиться. Могут обойти вас по желтой и по красной дорожке. Желтая дорожка состоит из трех этапов. Один раз можно ошибиться. И красная дорожка, самая быстрая, состоит, она у нас из двух этапов. Но нельзя ни разу ошибаться. Итак, кто первым будет выбирать, кто вторым, а кто третьим, пожалуйста. Были замечательные выступления, но тем не менее мы склоняемся к тому, чтобы расположиться в следующей иерархии. Первая – это Юля, вторая – Екатерина. Итак, несмотря на то, что выступления были длинными, первый будет выбирать Юля Алексеенко. Какую дорожку вы выберете? Желтую дорожку, пожалуйста. Екатерина, вы уверены? Ну что ж, а вам, Александр, досталась красная дорожка. И мы начинаем пятый агон, первый этап пятого агона. Три ключевых слова – история, открытие и подарок. Открытие. Прекрасный вопрос. Каким спектаклем 14 октября 1898 года открылся Московский художественный театр? Константин Алексеевич Толстого, царь Федор Иоаннович. Пьеса штрафного очка, вы переходите во второй этап. Юля, пожалуйста. История или подарок? История. В 1872 году Александр Островский написал пьесу «Комик 17-го столетия», в которой воспроизвел историю молодого человека, вступающего на путь служения сцене. Сюжет пьесы крутится вокруг постановки комедии «Эсфирь». А к какому событию пьеса была приурочена? Возможно, к бенефису одного из актеров? К сожалению, это неправильный ответ. Со штрафным очком вы переходите во второй этап. Хорошо, что на желтой дорожке можно ошибаться. А кто из теоретиков готов ли помочь хоть кто-нибудь вспомнить событие, которому приурочено написание пьесы «Комик 17-го столетия» в 1872 году? Итак, к сожалению, никто не готов. За 200 лет до этого был создан Первый русский профессиональный театр. И к 200-летию Первого русского профессионального театра Александр Островский написал пьесу «Комик 17-го столетия». Ну что ж, Александр, вам достался подарок. Семья драматурга Островского сделала Кенишемскому драматическому театру бесценный подарок. Подарок этот был вручен в день торжественного открытия второго театрального сезона 20 сентября 1898 года. По поручению вдовы Марии Васильевны Островской подарок вручил сын драматурга Сергей Александрович. А о каком подарке идет речь? Могу предположить, что это пьеса, текст пьесы. Можем ли мы принять такой ответ? К сожалению, ответ мы принять не можем, и вы становитесь теоретиком. Готов ли кто-то помочь на трибунах ответить на этот вопрос? Участник под номером шесть. Здравствуйте, Калякина Анастасия, был со школы номер восемь, город Кенишема. Я считаю, что это портрет Островского. Может быть, вы и автора этого портрета назовете? Нет, портрет нет. Другой вопрос. Да, другой вопрос. Понятно, что Кенишемк ответил на этот замечательный вопрос. Орден. Орден получает Анастасия. Действительно, это портрет Александра Николаевича Островского овальной форме работы художника Аркадия Рылова. Второй этап пятого агона и три ключевых слова. Продажные суды, русские сезоны и Уваровская премия. Екатерина. Давайте о другом сезоне. Русские сезоны. Великолепный вопрос. Во второй половине 1900-х годов Западную Европу, в частности французов, впервые познакомили с русским искусством. Балетом, оперой, театром и живописью. Эти фестивали назывались русскими сезонами. Проводились они в Париже. А назовите организатора этих фестивалей. И вы со штрафным очком переходите в третий этап. Кто из теоретиков был первым? Кто поможет? Участник под номером 17. Валентина Шишова, Новоатальцевская школа. Это Дягилев. Позвали его. К сожалению, я не знаю. Очень жаль. Звали его Сергей. К отчеству у него Петрович. И действительно, это Дягилев. И это орден. Уваровская премия учреждена в 1856 году в память о графе Уварове, бывшем с 1818 года президентом Академии наук. Она присуждалась в основном за труды по русской истории. Но среди ее лауреатов были и драматические писатели. Одним из первых эту премию получил Александр Островский. А за какое произведение? Александр Островский писал хроники. У него было 5 хроник. А назвать, к сожалению, не могу. К сожалению, это вторая ваша ошибка. И вы со штрафным очком уже никуда не переходите. Остановитесь теоретиком. А кто из теоретиков был первым? Участник под номером 12. Столов Ивановской средней школы. Это пьеса «Гроза». Действительно, это пьеса «Гроза». И за эту пьесу в 1860 году Александр Николаевич Островский получил полную Уваровскую премию. Это орден. Это орден. Итак, третий этап. В третьем этапе у нас два ключевых слова. Театр «Ее имени» и «Федра». Театр «Ее имени» и «Федра». Великолепный вопрос. Лучшими ролями этой актрисы в пьесах Островского были Катерина в «Грозе» и Лариса в «Беспреданнице». Великий режиссер Константин Станиславский называл ее «Героической симфонией русского театра». А художник Валентин Серов написал ее портрет. В самом центре Москвы, на улице Тверской, работает театр, названный ее именем. А назовите фамилию этой великой русской актрисы. Мария Ермолова. И у нас, я так понимаю, победитель, четвертый финалист наших игр. Это не Мария Ермолова, а Екатерина Милошова. Пожалуйста. И у нас, я напоминаю для наших телезрителей и для наших теоретиков, что у нас есть одна вакансия на трибунах. То есть мы будем добирать в финал как минимум еще одного человека, поэтому призываю всех активизироваться в борьбе за ордена и медали. Ключевое слово – Федра. Этот театр был создан во имя любви к прекрасной актрисе Алисе Конин. Для нее режиссер ставил Соломею Оскара Уайлда, Серано де Бержерак, Эдмона Растана, Федру Жака Рассина. В конце спектакля она умирала, запрокинув голову в беззвучном плаче. Исползала, шелестя золотой парчой в последнем листопадном кружении. Великая бессмертная Федра стала символом трагедии и эмблемой театра. Назовите театр, эмблемой которого стала Федра, и режиссера, создавшего этот театр. К сожалению, никто не рискует. Режиссера звали Александр Яковлевич Таиров, а театр назывался Московским камерным театром. Неразыгранный вопрос из второго этапа, скрывавшийся под ключевыми словами продажной суды. Свою пьесу Александр Сухово-Кобылин написал в 1854 году, сидя на гауптвахте по делу об убийстве. Однако никаких улик против него обнаружено не было, и Сенат полностью его оправдал. Это судебное дело наложило печать на жизнь и творчество драматурга. Он пишет еще две пьесы на тему продажного судопроизводства. Все три до сих пор с успехом идут во многих театрах страны. Назовите хотя бы одну пьесу. Кто был первым? Участник под номером один. Алексеенко Юлия, гимназия номер три. Это была трилогия пьес «Свадьба креченского дела» и «Смерть Тарелкина». Орден. Орден. И последний вопрос пятого агона. Фейерверк. Севлад Мирхольд всегда продумывал пьесы до мелочей. Постановка маскарада в Александринском театре затянулась у него на четыре года. Александр Бенуа под псевдонимом Амадео в газете «Речь» отмечал, что это пустое и громоздкое зрелище было последним бесцельным фейерверком на фоне только что умершего прошлого. Назовите год и месяц, когда состоялось первое представление постановки Мирхольда в Александринском театре. Кто был первым? Участник под номером пять. Зубынин Анатолий Игоревич, город Кохма, школа номер семь. Я сделал предположение, что это октябрь семнадцатого года. Можем ли мы зачесть? К сожалению, не можем. Это не октябрь семнадцатого года. Еще кто-то из теоретиков готов дерзнуть и назвать дату? Кто? Ну, может быть, февраль семнадцатого года. А вот февраль семнадцатого года – это правильный ответ, и это орден. Премьера постановки Маскарада состоялась 25 февраля 1917 года, естественно, по старому стилю. Маскарад был последней премьерой императорских театров. Пятый огон закончен, и мы переходим в эпилог. В эпилоге традиционно задаются три вопроса. В эпилоге вопросы проще, поэтому за них можно заработать не орден, а всего лишь медаль. Две медали можно обменять на орден. И я напоминаю нашим теоретикам, что у нас есть вакансия на дорожках, поэтому, пожалуйста, отвечайте на вопросы. Первый вопрос эпилога. Гликерия Федотова считалась одной из лучших актрис, представлявших Островского, сыграв в его пьесах 29 ролей, некоторые из которых были предназначены ей самим драматургом. В 1902 году она получила почетное звание заслуженной артистки императорских театров, а в 1912 отметила 50-летний юбилей служения. А в каком театре она на протяжении полувека служила? И кто был первым? Участник под номером 12. Иван Моицкая средняя школа, Малый театр в Москве. Действительно, это Малый театр в Москве. И это медаль. Второй вопрос эпилога. Грибоедовскую премию, учрежденную в 1878 году обществом русских драматических писателей и оперных композиторов, присуждали ежегодно, начиная с 1883 года. А кто стал обладателем самой первой Грибоедовской премии? Есть ли кто-то из теоретиков, кто готов? Участник под номером 15. Скребов Никита, город Вичуга, школа номер 12. Могу предположить, что это Островский. Да, действительно, за комедию «Красавец-мужчина» Александр Островский получил Грибоедовскую премию. Медаль. И последний вопрос нашей сегодняшней игры. Третий вопрос эпилога пятого агона. Театральные деятели по разным причинам брали псевдонимы. Так, настоящее имя и фамилия Максима Горького какие? Кто был первым? Участник под номером 1. Алексей Пешков. Алексей Пешков действительно это медаль. Горький очень стеснялся своей фамилии, считая ее незвучной для литератора. Наши состязания закончены и сейчас ваша судьба в руках высокого Реопага. Четыре человека у нас пробрались в финал с дорожек и мы должны найти им еще пять спутников. Дорогие друзья, нам было очень приятно выступать в качестве жюри на этом замечательном конкурсе. Были действительно очень интересные, но вместе с тем сложные вопросы и мы поразились вашим блестящим знанием, умением в такой тонкой отрасли, как история драматического театра, история российского театра, история нашего театра. Ну, что касается победителей, то тех победителей, которые победили на дорожках, здесь уже фамилии были названы. Аркадий Андреевич, давайте их повторим еще раз, чтобы страна знала своих героев. Карпачев Иван, давайте поаплодируем, Князькова Ольга, Милошова Екатерина и Рябова Валерия. Вот эти четыре финалиста, которые победили непосредственно на дорожках. Теперь, что касается вот тех наших победителей, которые выходят уже в финал, работая в качестве теоретиков и частично на дорожках. Значит, мы идем, пойдем в порядке убывания, поскольку мы очень долго подсчитывали все эти очки, которые зарабатывали, получая ордена, медали, умножая это все, подсчитывая. И картина, значит, выглядит следующим образом. Во-первых, это Алексеенко Юлия, которая получила очень хороший результат, 9,5 баллов. Затем идет Шушова Валентина, которая заработала 4 балла, я имею в виду в сумме. Затем идет далее Пустовалов Иван, 3,5 балла. Далее идет Кухар Ксения, 3 балла в всем месте и Крылова Елена, которая вместе с Сезаром получила 2,5 балла. Давайте поаплодируем победителям вот этой нашей полуфинальной игры. Спасибо вам большое, ребята, за интересный ответ. И у нас есть 9 финалистов, которые примут участие в наших финальных состязаниях на дорожках. Большое вам всем спасибо за участие в полуфинальных играх. Мы желаем вам удачи, до встречи на играх «Умники» и «Умницы» Ивановского края. С вами был Андрей Пикин, ведущий этой замечательной передачи. Я хотел бы напомнить всем, что знание это то, что у вас останется после прочтения книг. Читайте книги и будьте умными. До свидания. Удачи! 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 Удачи!